Смотрите, ребята, мы в JavaScript знаем, что такое переменная. Это хранилище для какой-то информации, да? Но также в JavaScript есть множество других вещей. И следующая наша тема – это типы данных. Я вам скидывал материал, если вы не смотрели, я еще раз объясню. Типы данные – это, ну, у нас есть какая-то информация, которую мы кладем потом в переменную. И вот эта информация, которая у нас бывает, она бывает в 8 видов. То есть есть 8 видов информации в JavaScript. Мы уже использовали числа и уже строки. То есть строки у нас выглядят как? Мы пишем их в кавычках. Числа – это обычные числа, которыми мы что-то делаем, да? И есть также вот числа, строки и другие виды информации. Смотрите, первое – это у нас будет число. Number. Это какие-то числа. Второе – это у нас строка. Стрень. Третий вид информации у нас пишется логически. его еще boolean называет. Это знаете что? Это true или false. Правда или ложь? То есть может выходить ответ правда или ложь у нас. Понимаете? Дальше. Четвертый ответ. Четвертый вариант у нас – null. Это ноль. Пятый вид – это у нас неопределенный. Это у нас undefined. Смотрите, ноль – это прям ноль. Null – тип данных. Тоже информация, которая считается нулем. Zero – это какой-то вариант, который является нулем. Undefined – это неопределенный тип. То есть когда он, JavaScript, не понимает, что задано в переменной. То есть ничего не задано в ней. Это не ноль. Ноль – это конкретное значение, типа ноль. А неопределенный – это когда ничего не задали. Понимаете, да? Дальше. Шестой. Begin. Большие числа. Седьмой – это символ. Вон символ вот так писался. Вот эти на самом деле два практически не используются. Не практически, а не используются. И восьмой тип данных – это object. Ну давайте вот так напиши его. Объект. 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 Вот. Восемь видов информации. То есть то, что мы кладем в переменную, будет являться одним из вот этих вот. Что-то одним из этих. И не может быть, чтобы одновременно была, там, переменная была и числом, и строкой. Она либо число, либо строка. То есть не может быть, чтобы переменная хранила внутри себя какое-то другое значение. Понимаете, да? Теперь смотрите. Например, я создаю вот так вот. LetA равно. Допустим, напишу. Какого типа данных вот эта информация, которую я сейчас написал? Как вы это поняли? Да. Смотрите, как можно определить, что он является типом данных строка? Надо написать вот так вот. Type of и написать переменную. Ну, переменную, а мы же знаем, что тут лежит вот это значение. И смотрите, если мы сейчас это проверим. Видим? Стринг. Строка. Видите, да? Я писал. Стринг. Это строка. Дальше. Если я здесь напишу так. То уже выйдет. Number. Да? Если я вот так напишу, я так, к примеру, строка, потому что это, как бы, в кавычках написано все равно. Смотрите. Если я, если я сделаю вот так, смотрите. False, к примеру. A равно false. A равно ложь, да? Такое значение тоже можно передавать переменную. Ложь изначально. То. Видим Boolean. Если true, то же Boolean. Понятно? К примеру, begin-то это очень большие числа. Они, это, по-моему, 2 в 53 степени минус 1. Короче, это огромное число. Дальше. Символы. Это, такие символы, типа, допустим, на калькуляторе ежи появляется вот это. Вот этот символ. Они обычно не используются у нас в JavaScript, они там для определенного внутреннего шифрования, логики идут. Короче, они пока нам не нужны. А, если я сделаю вот так, смотрите, просто создаю переменную A, да? И проверю ее. У меня выйдет ответ, видим? Undefined. Почему? Потому что я просто создал переменную, но не определенную. Ничего не положил внутрь. А если я, смотрите, сделаю 0, то у меня выйдет 0. Ну, 0 это 0, как бы. И тип данных у него будет number. Но, чтобы получить null, мы можем прям конкретно вот так написать. Ну. Это, типа, 0. Абсолютное ничего. То есть, 0, когда мы просто число пишем, это мы конкретно говорим. Тип данных, число 0. А 0 это вот прям отсутствие чего-то. То есть, понимаете, да? И дальше идет у нас объект. Объект создается вот так вот. Видим? Object создается с помощью вот таких вот скобок. Ой, фигурных. Видите, если я проверяю, typeup object. Но, вот так вот даже сделаем. Вот эти все 7 являются примитивными типами данных. Что значит примитивные типы данных? Это значит то, что... Как бы это сказать? Ну, они примитивные, они простые, да. То есть, означает то, что вот он может быть только числом, он может быть только строкой, либо логическим, либо еще чем-то. То есть, одна переменная, один тип данных, как я уже говорил. Правильно? Но объект, почему называется непримитивным? Потому что он внутри себя может хранить другие типы данных. То есть, я могу вот здесь сделать вот так. Let, давайте, допустим, Person сделаем, к примеру, InName. И, допустим, я здесь пишу. Допустим, H. Ну, и допустим, Стоп-то, стоп-то. Хоть, допустим, Допустим, Друг. Смотрите, если я проверяю сейчас именную Person, видим, то я получаю, что объект. Видите? Вот это является объектом. Вот он весь. Но внутри объекта лежат что? Строка, число и True-False, да? Ну, Boolean значение. Да? Но это все является объектом. То есть, по факту говоря, объект это лишь типа тип данных объекта, да? Оболочкой для того, чтобы хранить другие типы данных внутри себя. Вот поэтому он непримитив. Но это отдельный тип данных. То есть, если я сделаю вот так, Type-Off, то даст мне Object. Вот в чем его разница. Почему он непримитив? Потому что он внутри себя может хранить и строку, и число, и Boolean, и Undefined, и все это остальное. Понятно? И объект пишется вот таким вот образом. Есть название объекта. Это Person. Ну, переменная, правильно? Person. И есть ключи у объекта. Ключи это вот Name, Age, Status. Они могут быть любые, абсолютно разные ключи. То есть, это я под, типа, под человек, к примеру, делал объект. К примеру, если мы возьмем там какой-то другой предмет или что-то, да? У него могут быть другие ключи. К примеру, к примеру, давайте я вам покажу. Давайте так. К примеру, вот товар, интернет-магазин. Видите, какие-то вещи. К примеру, вот футболка, ну, кофта, футболка, короче, я не знаю. Вот у него, видите, тоже объект. Видим? Вот он. У него есть что? Ключи, видите, тоже как у меня Name, у них ID, потом идет, что? Title, название, цена есть у них, описание, категория, фотография, рейтинг. Видим? Это уже для вещей. К примеру, для чего-то другого. еще по-другому этот объект будет строить. То есть, можно свои ключи придумывать, какие хотим. А то, что пишется через двоеточие, после, это что? Это значение ключей. Да? И внутри объекта может быть любой тип данных, даже другой объект может быть. К примеру, смотрите. здесь идет рейтинг. Видим, он ключ. Да? Рейтинг. И тут, видите, внутри него объект. Вот так. Еще один. То есть, внутри объекта может быть объект. К примеру, что у нас это может быть? Давайте так. Сделаем stack. Или давайте сделаем вот так. Front true back true условно. Видим? Условно, да? Вот есть, типа, ну, stack, типа, это этот. профиль, условно? Профиль front и back. True true, типа, ну, и front и back значит, можно делать условно. Понимаете, да? Я сейчас внутри объекта, вот есть ключ stack, и внутри него есть еще один объект. Если я здесь проверяю себя, вот так он у меня выглядит. Как здесь, видите? Видим, да, вот так. У меня тоже вот он. Раскрываю, здесь все вижу. Понятно? Теперь смотрите, к примеру, мне не нужен весь вот этот вот объект большой. Мне нужно только, допустим, значение alibac. Да? Я это могу проверить вот так. Пишу главный объект, где он находится, да? Name находится где? в person, правильно? Person .name Все просто. Получаю alibac. Как мне получить, допустим, Получаю вот. А как мне получать front? Да. Все здесь просто. Да? то есть объект это что? В чем мы в отличительной признаке? Как мы можем как-то обращаться? Там есть что? Там есть ключ и значение ключа. ключ это вот name, status, tag, front, back, да? И есть значение ключей. Какие-то да? Да. Теперь смотрите, это тип данных object, но это объект, объект. А есть объект, тип данных объект, массив, типа внутри типа данных объект. есть короче вот фигурные скобки, есть квадратные скобки, но они оба являются типом данных object. Смотрите, как это писалось, и здесь пишется просто квадратный и здесь сразу пишется значение 12345. Давайте так лучше. Я допустим делаю вот так или back 25 front back условно да? true короче видим? смотрите я в конце логи пишу array проверяю а я здесь в этих не написал это поэтому мне ошибку дает текст какой-то был так видим? да? В чем его разница? здесь нет ключей то есть массив это квадратные скобки там нету ключей типа тут сразу идут значения да? нету типа name age и так далее и тому подобное тут сразу идут значения и вопрос такой как мне к примеру получить 10 теперь видите я все получаю только alibac смотрите видите здесь есть что зато зато здесь есть нумерация в объекте такого нету а в массиве такой есть но тут пишется не вот так не точка ноль а нужно написать квадратные скобки ноль я получаю почему я получаю ноль alibac потому что отчет здесь у нас джесси идет с нуля запомнили отчет идет с нуля и вы как бы это нулевое это первое это второе это третье это четвертое там допустим напишу 2 выйдет фронт напишу допустим 4 что сейчас выйдет а если напишу 5 undefined ну шестого же элемента нету ну пятого да по факту но пятый есть но имеется ввиду пятого по индексу то есть по счету шестого не существует же не определен поэтому undefined так смотрите ребят что еще может быть интересно в массиве может быть объект а как мне теперь вот это вот допустим получить к юверте так 5 проверяю это что в объект как в объекте получать после 5 вот здесь точка не понимаем тогда задание сейчас вот такое вам будет я сейчас что-нибудь усложню какую-то кашу напишу здесь смотрите я сделаю вот так вот так я я Продолжение следует... 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 Как я это могу сделать? Похож как на массив, вот так могу сделать. К. Правильно? А как я могу получить вторую букву? Один. Как я могу получить последнюю букву? Пять. Понятно? Длина. Да? Ок. Хорошо. Лендс тоже разобрали. Да? Это нахождение просто длины. Он дает нам число. А точка лендс это длина. А если я сделаю вот так? Какой у меня будет ответ? Один. Почему? Длина одной буквы один, да? Хорошо. Так. Смотрите, есть еще дальше что? А точка to uppercase. И заметьте, нужно поставить вот такие скобки. Круглые. Видим? Просто. И это что? Увеличила букву. Все буквы. Можно также использовать что-то другое. да. Да. Там тоже помните uppercase. To lowercase. Здрасте. To lowercase сделать наоборот что? Буквы маленькие. Все просто, да? Смотрите дальше. консоль lock. К примеру. Я могу сделать вот так, смотрите. Slice. Смотрите, я пишу. А точка slice. И здесь я напишу вот так. Один. Допустим три. Да? Проверяю, что я получаю. Три буквы. Не, они у меня и так заглавные. Они у меня сейчас заглавные. Но я получил только первые три буквы. Слайс. Резать. Отрезок. Получить отрезок какой-то. Есть а. Это все слово, да? Допустим, алибек. И получи мне буквы с нулевого индекса по третий. Смотрите. С нулевого индекса, то есть порядкового номера по третий. Вот буква А. У нее какой порядковый номер? Оно входит, да? Буква Л. Входит. И. У него какой УИ порядковый номер? А у Б какой порядковый номер? Три. Он как бы до третьего не включительный. То есть он вот так идет, но третий не включительный. То есть вот они. Понятно? Да? Ноль три. Режет. Получить отрезок от такого-то до такого-то. Понятно? А если я напишу вот так вот. Двадцать. Все было. А если я напишу просто, допустим, два. Нет. Он покажет, начиная со второго до конца. Понятно? Когда одно число пишите, начиная со второго индекса. То есть вот. Раз. Два. Ой. Ноль. Один. Два. Правильно? И же. Второй порядковый номер, да? Верно? И вот начиная с И до конца. И бег. Понимаете? Отрезок. А когда вы два числа ставите, вы конкретно говорите, вот начало есть и вот конец. А здесь, начиная с двойки до конца. Ну, со второго порядкового номера имеют. Это значит, с третьей буквы, грубо говоря. Правильно? Ого. Так. Хорошо. Тогда задание вам такое. Смотрите, у вас есть. Смотрите, пишите точно так же. Только вы пишите свое имя, свое имя и фамилию. Напишите, как у меня, ребята. Имейте ввиду, с маленькими буквами слитно. Это не специально я так пишу. С маленькими буквами слитно. И ваша задача, чтобы в ответе в консоль логи у вас вышло что? Ну, имейте ввиду, только первая буква имени, первая буква фамилии с большой буквы. Правильно? И они раздельно. Ну, видите, они у вас слитно. Они у вас должны быть раздельно. Понятно, да? То есть, типа, ну, вообще в идеале у меня должно быть вот так, правильно? Вот так. И вот так. У вас тоже самое, типа. Но это вы должны сделать с помощью вот такой логики, которую мы прошли. Тогда смотрите. Вам такое будет, такая тема будет, смотрите. Вот у нас есть консоль. Правильно? Консоль лог. Мы можем видеть там наш ответ, правильно? Есть еще такая вещь, как alert. И здесь тоже может выходить какой-то ответ. Но в виде чего он выходит? В виде всплывающего окна, правильно? И есть также такое же всплывающее окно. Ну, alert это как консоль лог, только он в всплывающем окне показывает ответ наш. А есть такая вещь, как prompt. Prompt. И здесь можно написать какой-то вопрос, к примеру. Ведите ваше имя. Видим? И мы сюда можем ввести там какие-то значения, неважно, что угодно можем ввести. Ваша задача такая, что вот когда человек ведет, догадаться, что когда человек ведет свое имя, у вас будет получается вот так вот. Выходить. Введите ваше имя. Вопрос. После будет выходить. Введите ваш возраст. И ваша задача в консоли или в alert, неважно где, показать ответ. Там. Тебя зовут тот это. То, что вы ведете правильно. И тебе столько это лет. То есть, когда вам зададут вот этот вопрос, то, что вы напишете сюда, выйдет вашим именем. То есть, это будет отображаться. Тебя зовут тот это. Тебе столько это лет. То есть, у вас два вопроса будет выскакивать. Понимаете, да? И вы должны вот этот вот ответ на вопрос сохранить и потом показать. Понятно? Вот. Один промт – это один вопрос. Одно вот это всплывающее окно. Если я сделаю два промта, то логично будет что? Да. Вот смотрите. Вот видите имя. Ок. Введите возраст. Ок. И вот этот ответ на каждый вот этот вот вопрос, да, должен где-то у вас сохраниться и потом вы должны его показать. Либо в консоли этот ответ выйдет. Ну, в консоли пускай выходит. Понятно? Нет. Нет. Зачем? Вы можете в одном же алерте и тот, и тот показать. через плюс лучше. Через плюс лучше. Так, смотрите. чтобы вот это вот сделать, да, нам нужно смотреть. Когда ты делаешь вот этот вот вариант, да, промты, да, два вопроса же появляется. Тебе нужно же то, что на них отвечаешь, сохранять где-то. Понимаешь? И тебе нужна переменная вот let, ты вот так делаешь. Let name равно prompt вот этому, видишь? И let h равно вот этому prompt. Понимаешь, да? Теперь просто ты в консоли скажешь name плюс h условно. Что у меня name может сесть? Ну ладно. Сейчас проверим. Так, смотри. Ввожу какое-то имя. Ввожу возраст. Видишь? То есть я сейчас что угодно отвечу. Вот такое имя будет у меня. Такой возраст. То есть так это работает. И теперь вы... Ну хотя... Тогда сделайте так. Следующее задание. Вы заходите. К вам приходит, введите ваше имя. Полное имя. Вы пишите прям вот так слитно. Ваша фамилия, имя, отчество. Слитно на... С маленькими буквами. На русском языке, да? Фамилия, имя, отчество. Выводите. И в консоли у вас должен выйти ответ вашей инициалы. Ну и... Типа... Первая буква имени, фамилия, имя, отчество. То есть, типа, три буквы. Через точку. Там... Что-то, точка, что-то, точка. Понятно? Вот. Просто, да? Нужно будет просто первую букву... Ну, первую букву по... Три буквы, да, получать? По... По одной букве три раза, да? Там индекс татус, да? Просто знать порядковый номер. Ээээ... Окей, слайс есть, это есть. Ну, в целом это все. Что нам нужно. Методом строк. Пока что пускай это все. Там есть еще другие методы, но на самом деле их так мало используется. Самое главное. Лендс. Слайс. Упперкейс. Ловеркейс. Ну, это мы уже чуть позже будем проходить. Короче. Промт? А ты как написал? Ага. Равно. Ага. Равно. Ага. Так. А ты посмотри, промт у тебя точно правильно написан? Поверь. Поверь. А ты... Зайди на сайт-то обратно. Обновись. Появилось? А ты старый удалил или еще нет? Ага. 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 Продолжение следует...